Пронзительная сирена реанимобиля Сегодня мы с доверием относимся к реанимации как главной составляющей интенсивной медицинской службы. Для нас и наших современников это нормально. А ведь всего 60 лет назад ни самого понятия реанимации и соответствующей службы в нашей области попросту не было. И только зарождалась такая наука, как реаниматология и анестезиология. Сегодня мы вспомним человека, который был одним из первых, кто внес неоценимый вклад в развитие экстремальной медицины не только нашего региона, но и всей страны. Геннадий Александрович Можаев родился 16 ноября 1935 года в станице Митякинской Ростовской области. По окончании школы поступил на лечебный факультет Ростовского медицинского института. Он мечтал быть хирургом. Его мечта осуществилась. Хирургическая практика доктора Можаева началась в первой городской больнице Луганска. Про него говорили, что это врач от Бога. Он спасал и выхаживал самых безнадежных больных. А вскоре Геннадия Александровича заинтересовала новая в то время медицинская специальность – анестезиология. Анестезиологов не было. Обезболивал операцию сам хирург. Сначала он становился к пациенту, к голове пациента, надевал маску, капал эфир или в таратан, или другие летучие анестетики. Наступала хирургическая стадия сна. Он мылся, становился оперировать. Возникло понимание того, что нужен специалист. Нужен не просто специальный человек, который бы стоял в медсестра или фельдшер, а нужен специалист, который в этом разбирается. И вот тогда стали появляться первые анестезиологи. Это 56-й, 59-й, 62-й. Никто же анестезиологов-то ведь не готовил. Это были хирурги. Геннадий Александрович, проработав два года хирургом, он стал фактически отцом этой специальности. Он из хирургов стал первым анестезиологом в Луганской области. А потом вокруг него начали формироваться единые мышления. В науку и новую специальность Геннадий Мажаев погрузился, что называется, с головой. Он не только осваивал всевозможные тонкости, но и начал обучать молодых врачей. Через четыре года после начала преподавания в Медицинском институте, в 68-м году он возглавил курс анестезиологии и реаниматологии при кафедре факультетской хирургии. Впоследствии была создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины катастроф, руководителем которой он и являлся. Его опыт и знания остались в шести монографиях и научных работах, которых более двухсот, и, конечно, в его учениках. А они вспоминают, что всегда, несмотря на занятость, Геннадий Александрович находил время на помощь молодым специалистам. Это для нас был как второй отец. Он всегда, несмотря на загруженность, находил время, находил возможности встречаться. Или мы группами с ним встречались, или он приглашал, или по одному. И вот эти беседы, я помню, практически все до единого и очень жалею, что их было мало. Во времена профессора Мажаева были созданы клинические базы кафедры анестезиологии и реаниматологии. На территории нынешней областной детской больницы и областной клинической. От нуля он создал школу, он создал службу. Вот мы находимся с вами сегодня в потрясающем отделении реанимации. Ее идеология, ее стиль, ее основы были заложены вот в те далекие годы. И сегодня мы только развиваем то, что заложено было профессором Мажаевым. Ученики вспоминают, что профессор Мажаев был очень справедливым. И если они получили нагонять, то всегда за дело. Поэтому обид не было. Работать с ним было и легко, и ответственно. Легко потому, что любой коллега, который был с ним рядом, мог рассчитывать на его совет и помощь. А сложно, потому что Геннадий Александрович был требователь не только к самому себе, но и с молодых коллег спрашивал по всей строгости. Его обходы, это были просто микролекции. Микролекции, когда в областную больницу он приходил в определенные дни. Он делал обход пациентов. И участвовать в нем, это просто был кладезь знаний. Потому что таково познание, познания были человека не только в своей специальности, но и вообще в физиологии человека, в патологической физиологии человека, в других областях медицины. Ученики Геннадия Мажаева говорят, что им очень повезло, потому что в их жизни был такой учитель и руководитель. Он никогда не оставлял своих учеников на половине пути. Всегда, в любую минуту был консультантом, и молодые врачи получали мудрые, ценные советы. Многие под его руководством защитили диссертации. Врачи, которые работали рядом с ним, брали от своего учителя подходы к лечению больных, его методику. Андрею Бабенко было всего 22 года, когда ранним мартовским утром на загородной трассе его автомобиль на большой скорости ушел в кювет. Результат – перелом позвоночника, ребер, рук и ног. Пробито легкое. Шансы выжить минимальные, но молодой организм справился. Благодаря желанию жить и опыту врачей. Жил я благодаря умению врачей, во-первых, тех, кто оперировал, Музыченко Юрий Викторович, в больнице УВД, сейчас за отделением Можаев, Игнатий Александрович. Это только благодаря его знаниям и вот этому спокойствию, умению принимать правильные решения в нужный момент. Благодаря Богу, благодаря отцу, который не отходил от меня. Потом, как вот, Игнатий Александрович мне всегда говорил, и отец говорил, ты жить захочешь, ты будешь жить. И самое главное – это желание жить. Как вспоминает Андрей Михайлович, доктор Можаев своим спокойствием и уверенностью давал надежду на выздоровление. Если вот говорить о Игнатии Александровиче, это вот можно, говорю, сравнить с фильмом «Адмирал». Это вот честь, порядочность, достоинство человека. Это человек вот высокообразованный, тот, который вот, идеал тот, к которому надо стремиться. Донбасский регион специфический угольный и травмы, полученные на шахтах, требовали специального исследования. Это была самая тяжелая травма, самая тяжелая патология, которую вообще можно придумать. Тяжелее нее только взрыв в космосе или на подводной лодке. В ограниченном пространстве шахтер одновременно получает ожог, отравление продуктами горения и механическую травму. Как их лечить, никто не знал. И Геннадий Александрович впервые, я хочу подчеркнуть, впервые в мире берется за ее разработку. Как лечить, как транспортировать, как оказывать помощь еще под землей, ведь там горючая среда. Там нельзя пользоваться электричеством, нельзя пользоваться электрическими приборами и так далее. Особые условия. 20 лет интенсивных исследований. В 1997-1999 году эта работа была сформирована как единый комплекс, как система жизнеобеспечения пострадавших не только при техногенных авариях и катастрофах, но и при антропогенных. Эта работа как раз и была в 2000 году отмечена Государственной премией Украины. Это самая высшая научная награда в Украине. Геннадий Александрович обратил внимание, во-первых, на тяжести этих травм, что это острая, тяжелая, комбинированная шахтная травма. Он ввел это понятие и ввел понятие медицины и катастрофы. Тему шахтной травмы Геннадий Мажаев исследовал сам и способствовал тому, что его ученики обучались в лучших клиниках Советского Союза. Мы получили на тот момент молодые специалисты, получили возможность побывать во всех клиниках Советского Союза, где термической травме было уделено большое внимание. Это институты Вишневского, Склифосовского, Киев-Повстяной. Мы были везде. Задача была все-таки изучить термическую травму и понять тяжесть именно комбинированной травмы. Такая задача перед нами была поставлена. Мы ее выполняли на тот момент и я считаю очень успешным. Геннадий Мажаев совместно с другими учеными кафедры и конструкторским бюро Луганского автосборочного завода стали создателями уникального и на тот момент не имеющего аналога в мире специализированного реанимобиля «Горноспасатель», в котором была возможность оказывать реанимационную помощь и интенсивную терапию одновременно четырем пострадавшим. Есть правило «Золотого часа». То есть после возникновения такой травмы, в течение часа, когда решается во многом судьба пострадавшего, нужно оказать максимальное количество медицинской помощи им. Поэтому и был создан этот реанимобиль, где не просто он был для перевозки, а проводились серьезные лечебные мероприятия на базе этого реанимобиля. Геннадию Мажаеву довелось присутствовать на множестве международных конференций, ездить по миру. Он видел уровень развития международной медицины, и все самое лучшее по возможности он мечтал воплотить в Луганске. Во времена профессора Мажаева одной из самых больших делегаций анестезиологов, которая ездила на съезды, конференции, симпозиумы, была делегация из нашей области. Сам же Геннадий Александрович в 1996 году был избран заместителем председателя правления Украинской ассоциации анестезиологов. Это звезда не только не луганского масштаба. И приезжая с ним на различные конференции по Советскому Союзу, мы это ощущали о том, что это очень серьезно. И вот последние средства анестезиологов Советского Союза, которые проводили в Луганске, не было ни одного представительства, который бы не приехал со всех уголков нашей страны тогда. Это было здорово, это был 88-й год. Это был последний от съезд, когда мы увидели, что вся страна огромная, и ближняя зарубежья приехала посмотреть и поучиться у школы Мажаева. В семье Геннадия Александровича все были связаны с медициной. Жена Элина Борисовна – преподаватель кафедры патологической анатомии Мединститута. Дочь Наталья – невропатолог. Династию продолжил и внук, тоже Геннадий. Он пошел по стопам своего известного деда. Геннадий Мажаев-младший – врач-анестезиолог. Так как больше всего обсуждались вопросы между папой и дедушкой, они оба анестезиологи, и чаще всего возникали именно данные темы. Они чаще брали меня с собой к себе на работу, что-то рассказывали, частично показывали. В принципе, это было как призвание продолжить такую великую династию врачей по данной специализации анестезиологии. Таких людей, как Геннадий Мажаев, рождается не так уж много, как на звездном небосклоне множество звезд. Но в созвездиях всегда есть самое яркое, так и в любой профессии. Есть самые яркие и незаменимые личности, которые оставляют после себя большой след. Геннадий Мажаев прожил недолгую жизнь. Он умер в 1997 году в возрасте 62 лет. Но он оставил после себя знания и память. Каждому по жизни отведен свой путь. Но не мог быть человек этот математиком, ему суждено было стать учителем, врачом. Кто-то великий математик, он никогда не будет врачом. Кто-то умеет плавать, кто-то умеет бегать. Каждому своё. Древние латиняне говорили, такая калата латинская фраза, сумку их, это каждому своё. Значит, его жизнь был предначертан, что он должен быть исключительно врачом и носить белый халат. Геннадий Мажаев родился, чтобы быть врачом, чтобы вести за собой других и сделать рывок в медицине, и спасать самое ценное, что есть на Земле — человеческие жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин